Что означает название русской куклы Матрёшка? Какой народный промысел Урала получил народное признание? Где находится старейшая в России мечеть? В бланке 30 вопросов и ровно 45 минут для того, чтобы на них ответить. Участники всероссийской акции «Этнографический диктант» проверили свои знания по географии, истории России и родного края. Я считаю, я довольно хорошо справился с этим диктантом. Я пришел на него в первый раз. Мне очень хотелось на него попасть. Я к нему старательно готовился. Кто-то отыскал в интернете задания этнографического диктанта прошлых лет и прорешивал их в свободное время. Кто-то студировал учебники по истории. Кто-то понадеялся на свои знания и эрудицию. Для того, чтобы проверить свою этнокультурную грамотность, в библиотеку Маяковского пришли школьники разного возраста и взрослые. Желающих оказалось столько, что их не удалось вместить в одну аудиторию. Я считаю, что такие диктанты помогают узнать больше о истории своего народа, о истории народа своей страны. Это очень полезно и очень развивает. Я очень старалась написать все грамотно, все хорошо. Но были очень интересные и достаточно сложные вопросы. Я очень сильно постаралась с ними справиться. Этнографический диктант посвящают Дню народного единства. Наш город присоединился ко всероссийской акции впервые. Саровчане и еще 300 тысяч жителей страны сели за парты в школах, вузах и учреждениях культуры. Для тех, кто захотел ответить на вопросы диктанта дома, предусмотрели онлайн-версию. Мне больше всего запомнился 26 вопрос, где надо было определить, к чему относятся, например, резьба или живопись. Также были, мне кажется, очень много сложных вопросов, связанные с народами России. Несмотря на то, что вопросы диктанта не разделялись по возрастным группам, задания предусматривали разный уровень знаний и подготовки. На выходе из аудитории всех участников волновало одно – когда и как узнать результаты. Сделать это можно будет на официальном сайте только тогда, когда организаторы закончат обработку бланков ответов. Сейчас мы должны подвести итоги, выявить средний балл, выявить самого старшего участника, самого молодого участника. Также определить процентное соотношение женской половины и мужской. Потом эти сведения будут направляться региональному координатору. Результаты этнографического диктанта будут известны 12 декабря. Все участники Всероссийской акции получат сертификаты. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова